Кэтрин Стокетт Пляр романа был продан в 2011-м. И тогда же его экранизировал режиссер Тейт Тейлор. Фильм оказался настоящей сенсацией, а блестящая игра Октавии Спенсер принесла картине «Оскар» и «Золотой глобус». О романе, завоевавшем любовь читателей по всему миру, нам расскажет журналист канала «16» Екатерина Опенова. События книги разворачиваются в 1960-х годах на американском юге. С отмены рабства прошло 100 лет, но изменилось ли что-то за это время? В центре сюжета история трех женщин. Первая главная героиня – молодая девушка, ее зовут Скитер, она белая. Скитер только что закончила университет, вернулась домой, в дом своих родителей, богатых земледельцев. И она довольно эмансипирована для своего времени особо, то есть она хочет написать какую-то книгу серьезную, которую заметит литературное агентство, позовет ее в большой мир из ее сонного городка Джексона. Но ее родные, друзья, близкие, знакомые не понимают ее устремлений, то есть они считают, что южная девушка, она должна бросить все вот эти вот мечты о высоком, выйти замуж, родить ребенка и, собственно, жить тихой мирной жизнью. Еще одна героиня, в этот раз уже чернокожая, служанка Эйбелин, такая достаточно уже в возрасте. Эйбелин всю свою жизнь готовила в домах у белых, убирала в домах у белых, воспитывала их детей, своих будущих хозяев. Несколько лет назад Эйбелин терял своего единственного сына, и с тех пор она поняла, что очень изменилось, стало жестче. По сути, терять ей нечего. И единственная такая большая сильная привязанность у Эйбелин, Эйбелин чувствует к малышке, которую сейчас воспитывает, дочке своих белых хозяев, Мэй Мобли. С Эйбелин дружит Минни, еще одна чернокожая служанка. Минни на весь город славится своим умением готовить. Готовит она просто потрясающе, но при этом она очень острая на язык. Из-за этого языка, острого и дерзкого, у нее начинаются большие проблемы. Минни ни в одном доме долго не задерживается, потому что вступает в конфликт с хозяевами. И вот, собственно, из-за этих своих черт характера она приобрела очень серьезного врага в лице белой леди. Этих трех героинь, белую девушку и двух чернокожих служанок, объединяет желание что-то изменить в этом мире. И вот Скиттер решает написать книгу о жизни черных служанок в доме белых господ. Она обращается к Эйбелин, а через Эйбелин уже выходит на Минни. И вот они пишут эту книгу. То есть в этой книге рассказы ведутся от лица всех трех героинь по очереди. Как бы от первого лица, получается. И для начала этим трем женщинам нужно сломать стереотипы в своей голове. То есть понять, что между белыми и черными никакой разницы на самом-то деле и нет. И это и Скиттер понимает, и понимает и Эйбелин, и Минни, и все остальные черные служанки, которые тоже подключаются и начинают рассказывать свои истории. И вот какие же истории поведают эти женщины, которых их хозяева привыкли не замечать. Выйдет ли в свет эта книга, или она кажется слишком провокационной для своего времени. Решится ли вообще кто-то ее напечатать. Рассказать о такой острой теме. Прислуга – это книга не только о дискриминации. Расовой или половой дискриминации. Она о любви, которая вернулась разочарованием. Она об отношениях родителей и детей, о том, как сложно поколение понять друг друга. Она о дружбе, настоящей дружбе, о ложной дружбе. В этой книге очень много всяких граней, нюансов. Я думаю, что вы найдете для себя что-то, что найдет отклик в вашей душе. Наверное, в тот момент я поняла, что такое позор и какой он цвета. Позор вовсе не черный, как грязь, как я всегда думала. На самом деле позор – он цвет новенькой белой униформы, которую ваша мама гладила всю ночь. Чистый, без единого пятнышка, будто ты вовсе никогда не работала. Эбелин поднимает на меня взгляд. Я останавливаюсь. Я-то рассчитывала на сладенькие глянцевые истории. Похоже, мне достанется гораздо больше, чем мы договаривались. Кэтрин Стокет. Прислуга. Рекомендую. 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 Рекомендую.